Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Комментарии Игнатия Лапкина на толкование блаженного Феофилакта, часть 13. Толкование на Евангелие от Луки, 13, 23, 30. Ибо пророки не свое учение предлагали, но возвещали Слово Божие. Почему и говорили они, так говорит Господь. Исайя 56, 1, Иеремия 2, 1, 5, Иезеки 3, 27. Напротив, слушание послужит для нас причиной больших мук, подобно как и причастие божественных тайн поставится в осуждение. Толкование на Луки, 14, 28, 30. И иначе, под основанием можешь разуметь Слово Учительское, ибо Слово Учителя, рассуждающее, например, о воздержании, брошенное на душу человека, подобно основанию. А что Слово есть основание, а дело построение, сему довольно научает нас апостол, когда говорит, «Я положил основание Иисуса Христа, а другой строит», 1 Коринфянам 3, 10. Комментарий Игнатия Лапкина. Там, где нет Слова Учителя, священника, там просто толпа прихожан. Это всегдашнее состояние России, и особенно перед революцией. Слово Божие не проповедовалось почти нигде, разве только у сектантов, которых православная церковь безжалостно истребляла и притесняла. У народа не было основания истинной веры, и здание «святой» в кавычках Руси строилось на песке. Этого-то уж не могут отрицать даже самые монархисты и черносотинцы. В один миг рухнул такой колос на глиняных ногах. На поверку оказалось, что никакой веры в народе нет, а есть только вожделение сытого желудка. С такой легкостью народ бросился грабить вчерашние монастыри и храмы и убивать священников. Сегодняшнее состояние православной церкви нисколько не лучше, потому что Евангелие не проповедуется. И чтобы убедиться в том, что пастыри – не просто наемники, а совершенно чужие люди, не имеющие в себе духа евангельского, любому из них предложьте начать трудиться в незнакомом месте, имея в руках только Слово Божие – Библию. То есть начать трудиться так, как трудились апостолы. Апостолы ходили не в подрясниках с особыми широкими цыганскими рукавами, не в клобуках, посланники Христа, ничем не отличались от тех, кому проповедовали. Их узнавали только по проповеди, только потому, что они были с Иисусом. Деяние 4.13 Видя смелость Петра и Иоанна и приметив, что они люди не книжные и простые, они удивлялись, между тем узнавали, что они были с Иисусом. К тому, к кому это определение подходит сегодня? Народ может узнавать их, потому, что видели батюшку по телевизору, видели в храме, в рясе. Но узнавать, что он был с Иисусом, можно только по проповеди Слова Божия. А этим не занимается ни патриарх, ни синод. А значит, то, что называется православием, стоит не на прочном фундаменте и должно рухнуть окончательно. Цитата Феофилакта. Под основанием можешь разуметь слово учительское. Толкование на Евангелие от Луки, 14 глава, 31-35. Слова сии имеют такой смысл. Я желаю, чтобы всякий христианин был полезен и силен назидать не только тот, кому вверено дарование учительства, каковы были апостолы, учители и пастыри, но я требую, чтобы и сами миряне были плодоносны и полезны для ближних. Комментарий Игнатия Лапкина. Первые христиане заботились только об одном – о том, чтобы Слово Иисуса проповедовать погибающему миру. Деяние 8,4. «Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали Слово». Деяние 4,29. «И ныне, Господи, возри на угрозы их и дай рабам Твоим со всею смелостью говорить Слово Твое». В Первоапостольской Церкви, как говорит история, были написаны даже особые правила, закрепляющие права мирян на всестороннюю проповедь. Эти правила апостола Павла были записаны в «Кормче всегда», но потом были выброшены церковниками. Еще в Иосифовской «Кормче» они есть. «Учитель, если и мирской человек будет, но искусен же в слове учения и нравом чист, таковой да учит. Ибо написано, все научены будут Богом». Правило 15 апостола Павла. «Кормчая» с оригинала патриарха Иосифа, лист 26 наобороте. Запрет мирянам на проповедь обескровил церковь. Ссылаются на 6-й Вселенский Собор, правило 64. «Не подобает мирянину перед народом произносить слово или учить, или таким образом брать на себя учительское достоинство, но повиноваться преданному от Господа чину, отверзать ухо приявшим благодать учительского слова и от них поучаться божественному. Если кто усмотрен будет нарушающим настоящее правило, на 40 дней да будет отлучен от общения церковного». Толкование патриарха Вальсамуна 12 век за раны, за нары, простите, Аристина, хотя и прикровенно, но поясняет, что это правило касается научения в церковном собрании в присутствии епископа. Только в III веке намечается тенденция усвоить учительство в церковном собрании исключительно епископам и отстранить от него учителей там, где они еще удержались. Из этой эпохи известен конфликт между Оригеном и его епископом Дмитрием Александрийским. Проповедь Оригена в церкви по просьбе двух палестинских епископов Александра Иерусалимского и Феоктиста Кисарийского вызвало энергичный протест со стороны Дмитрия. В своем письме к Дмитрию палестинские епископы оправдывали поступок Оригена, а также и свою просьбу к нему о проповеди в церкви. Ты еще прибавляешь в своем письме, что никогда не слышно, да и теперь не обычай, чтобы в присутствии епископов проповедовали. Не понимаем, как можешь ты так говорить неправду. Святые епископы, как скоро находили людей, способных принести братьям пользу, то приглашали их проповедовать народу. Не раз высказывали, что этот случай из жизни Оригена свидетельствует о том, что учительство церкви было доступно простым, верным в древней церкви. Дмитрий нисколько не запрещал учительство Оригену в школе его, но с точки зрения Дмитрия учительство в церкви было исключительной принадлежностью иерархического служения. Ориген ставил служение учителей выше всякого иного служения. В то время далеко не все пресвитеры имели право проповеди в церкви, но только епископы. Цитата. Заметь из настоящего правила, говорит Вальсамон, что право учить народ дано одним епископам. Вот об этом-то и говорит в данном месте Феофилакт. Православный, слышите ли вы это? Или Феофилакт баптистом стал? Я желаю, чтоб всякий христианин был полезен и силен назидать не только тот, кому вверено дарование учительства, каковы были апостолы, учители и пастыри, но я требую, чтоб и сами миряне были плодоносны и полезны для ближних. Толкование на Луки 15, 22-23. И иначе, удостоенному первой одежды дается обувь, знак того, что Бог делает его готовым благовествовать и служить на пользу другим. Комментарий Игнатия Лапкина. Есть места Священного Писания, которые толкуются только один раз, при том, один раз во всей Библии встречается это место. Но слово о проповеди, Слово Божие встречается бесчисленное число раз, прямым текстом, в притчах и иносказательно. Почему одно повторяется, а другое слово стоит в одиночестве? Очевидно, потому что Дух Святой знает, чему люди более всего будут противиться. Каждое место Священного Писания – это как воин с оружием против замыслов сатаны. Выходя на битву, вожди делали подсчет своего войска, закрывая последнюю страницу Библии, мы можем увидеть не сотни, а тысячи мест. Передовое охранное войско Иеговы – это его благовестники. И святые отцы, на которых ссылается блаженный Феофилакт, это отлично понимали. Если православные священники и их прихожане не идут проповедовать чистое Евангелие, ни о бредоверии, ни о том, как хоронить человека, то встреться они с живыми святыми отцами и с этим же Феофилактом. Они и живым им противостали бы и стояли бы в оппозиции к ним. Мы специально подчеркиваем отдельные места толкования Феофилакта, чтобы громче ударить по ушам православным батюшкам и архиереям, чтобы они решительно отмежевались от слова православия и по-честному сказали, что они враги Библии, враги святых отцов, что они измыслили новую веру под именем православия, создав себе огромную кормушку во тьме и церковь превратили в скотомогильник. Цитата У достойному первой одежды дается обувь – знак того, что Бог делает его готовым благовествовать и служить на пользу другим. Пророк Исайя 52.7 «Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасение, говорящего Сиону, воцарился Бог твой» – Римлянам 10.15. И как проповедовать, если не будут посланы, как написано? «Как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое». От Луки 16.27.31 «Пусть же они послушают Авраама, который говорит, что если мы не слушаем Писание, то не поверим и тем, кто пришел бы к нам из ада. Но нынче ничто так не полезно, как тщательное исследование Писаний». Иоанна 5.39 «А при здравом нашем исследовании Писаний дьявол не может ничего такого выдумать, ибо они, Писания, суть светильник и свет» – 2 Петра 1.19. «А при сиянии которого вор обнаруживается и открывается». Итак, нужно Писанием веровать, а не требовать воскрешения мертвых. Комментарий Игнатия Лапкина. «Дорогие батюшки, дорогие архиереи, возьмите в руки эту книгу и отойдите от книжной полки. Православные создали особое, очень благоговейное отношение к Евангелию, превышающее всякое человеческое разумение. Евангелие можно носить только выше головы и только в закрытом виде с хорошими застежками. Все это должно быть пышно обставлено, с преднесением свечи, громкими возгласами дьякона и жуткими завываниями при чтении этой святыни на непонятном языке». Застежек, как правило, на этих мощных корочках две, но невидимых для людей замков с секретами на Евангелии четыре. Первый. Читается в алтаре, в отдалении от народа. Предполагается, что это письмо Божие читают самому Богу, но не народу, а ведь могли бы вынести и на середину храма. Второй. Повернувшись к народу спиной, почему? Это письмо, мысли, наказ нашего отца своим детям. Ни один указ царя, президента, правительства так не читается. Объяснение только одно. Ради благоговения создается тайна, и Евангелие скрывается от народа священниками, взявшими ключ разумения. Лука 11, 52. «Горе вам, законникам, что вы взяли ключ разумения, сами не вошли и входящим воспрепятствовали». Книга Ездры 4, 18. «Письмо, которое вы прислали нам, внятно прочитано предо мною». Ниемий 8, 8. «И читали из книги, из закона Божия внятно, и присоединяли толкование, и народ понимал прочитанное». Третье. «Читается на церковно-славянском языке, которого не знает ни один человек, в том числе и читающий». Почему бы не прочитать по-русски, на родном языке, как это принято у других православных народов? У греков Евангелие всегда читается лицом к народу, с выносом на середину. И четвертое. Евангелие не читается, а речитативом поется, при том по особо утвердившейся схеме. Начинается гудением шмеля в дупле, как пишет Юкуб Колос в Растанях, а заканчивается таким диким забыванием диакона, что кажется, или у него пупа оторвется, или сделает в церкви то, чего делать нельзя. Это считается ценным и очень важным, как пишет Репин, «Рев, Зев и Лупоглазие». Если эту книгу толкования блаженного фефилакта снимут с полки и обязательно выйдут с нею на улицу, постоят с закрытыми глазами хотя бы минут пять, а после этого заново перечитают толкование на это место, то не возопиет ли душа такого протеякона? Господи, да что же мы наделали? Да почему мы забыли про этот народ, который идет мимо меня? Да какое же мы имели право скрыть слово Твое за две застежки и четыре замка? Какой же ответ мы дадим Тебе на страшном суде? Господи, мы скрыли великое слово Твое, и мы ответственны, что люди не верят в Тебя. Эти добрые книги, добрые толкования стоят на полочках сами по себе, а мы действуем сами по себе. Соедини это толкование с нашей душою. Помоги нам, Духом Святым, воплотить это толкование в жизни. Блаженный фефилакт, моли Бога о нас, чтобы те скотомогильники, которые мы устроили в храмах, превратились в истинный виноградник живых душ. Мы жаждем проповеди. Награди нас талантом проповеди, этим священнодействием благовестия, Господи. Всели в нас благодать призывающую, Господи. Коснись сердца народа благодатью обращающей, Господи. Соделай через нас чудо, чтобы родившиеся свыше получили через нас благодать освящающую в святых таинствах православной церкви. Да исчезнет безбожие, да разрушатся все ереси через твою проповедь, через наши уста. Толкование на Евангелие от Луки 17.1.4 Ибо при многое злобе людей необходимо оказаться и множеству препятствий проповеди и истине. Комментарий Игнатия Лапкина Иоанн Златоуст до смешного просто изъясняет те вопросы, которыми мучились самые знаменитые философы, тогдашние безумные корнеги со своей этикой. Люди особенно болезненно реагируют на замечания, обличения, укоры. Великий Святитель все сводит к христианскому отношению к жизни и смысл в том, мешают ли эти обличители достигнуть Царствия Божия. Цитата. «Если Он обличает меня справедливо, говорит Он, то поцелуй Его за то, что Он вскрыл твои язвы, что Он приводит тебя к исцелению. Иначе бы ты погиб, не достиг вожделенного Царствия Божия». А этот бракт или враг помог тебе по пословице «Не тот друг, кто медом мажет, а тот друг, кто правду в глаза скажет». Враги нам лучшие друзья. И далее Святитель продолжает, что «Если тебя обличают напрасно, несправедливо, то поблагодари человека за его намерение». Все упирается в то, отвергся ли человек сам себя, своего «я», своего эгоизма. Отсюда мы делаем заключение. Все зависит от того, рожден человек свыше или не рожден. От этого зависит его реакция на проповедь о Христе распятом и воскресшем и о его втором пришествии. Противящиеся проповеди Евангелия как раз и подтверждают, что они плотские, невозрожденные и фактически являются неверующими в Священное Писание, то есть самому Господу Богу. И особенно яростное противление проповеди оказывают те, которые уже создали свой образ в глазах народа как глубоко верующие священнослужители. Проповедь подкашивает их в кавычках имидж, подтачивает тот пьедестал, который они создали для собственной персоны. Проповедь Священного Писания смертельно опасна служителям алтаря, создавшим себе образ непогрешимого пастыря. Они не только пренебрегают проповедью, но чувствуя, что она обличает их крыстолюбие, плотолюбие, животолюбие, стараются уничтожить и проповедь, и проповедующего, и смеются над благовестием. Лука 16,14 «Слышали все это и фарисеи, которые были сребролюбивы, и они смеялись над ним». Цитата «Ибо при многое злобе людей необходимо оказаться и множеству препятствий, проповеди и истине, но горе только тому, через кого они приходят, то есть виновнику их каковы фарисеи». Универсири. Продолжение следует...